Привет всем! Вы на канале Пара Спицы. С вами я, Тоня Февралева. Сегодня, посмотрите, вот такие милые косички я вам хочу показать. Причем мне нравится именно в этом узоре, что эти косы необъемные. То есть, посмотрите, они достаточно плоские, не дают объема, но смотрятся очень хорошо. Также этот узор подойдет в качестве резинки. Он достаточно упругий, и вот эти бороздочки изнаночные, они уходят. То есть, видите, получается вот такой изгиб. И для резинки будет тоже хорошо смотреться. И в качестве основного узора тоже будет смотреться классно, и не будет такого объемного эффекта. Очень попрошу вас поддержать меня. Поставьте лайк, напишите комментарий и подпишитесь на мой канал. Мне будет очень приятно. Итак, раппорт этого узора 8 петель. В высоту будем вязать 4 ряда. Первый ряд кромочная петля. Дальше раппорт. Одна петля изнаночная. Четыре петли лицевые перекрещенные вправо. Берем вторые две петли. Первые у нас на левой спице. Снимаем все четыре и сзади перехватываем первые две петли. И теперь перенадеваем вторые две петли. Таким образом у нас получилось перекрещивание с наклоном вправо. И все эти четыре петли провяжем лицевыми. Две лицевые петли дальше. Одна изнаночная. Это и есть наш раппорт. И мы его повторим до конца ряда. Одна петля изнаночная. Четыре петли перекрещенные с наклоном вправо. Провязали их лицевыми. Две лицевые. Одна изнаночная. И еще раз повторю раппорт. Одна петля изнаночная. Четыре петли перекрещенные с наклоном вправо. Провязываем их лицевыми. Две лицевые. Одна изнаночная. В конце мы провязываем одну кромочную петлю. Второй ряд. И все четные ряды мы будем вязать по рисунку. Какую петельку видим, так ее и провязываем. Лицевые вяжем лицевыми. Изнаночные петли провязываем изнаночными. Третий ряд. Кромочная петля. Одна петля изнаночная. Две лицевые. Дальше у нас четыре лицевые петли, перекрещенные влево. Теперь мы сзади забираем вторые две петли на правую спицу. Все четыре петли скидываем и перенадеваем. Вот таким образом. И вторые петли, две петли тоже перенадеваем. И у нас получилось перекрещивание с наклоном влево. Все четыре петли провязываем лицевыми. Одна петля изнаночная. Это и есть наш раппорт. Будем повторять его до конца ряда. Одна петля изнаночная, две лицевые. Четыре петли, перекрещенные с наклоном влево. Одна изнаночная. Снова повторю раппорт. Изнаночная, две лицевые. Четыре петли, перекрещенные с наклоном влево. Одна петля изнаночная, одна кромочная. Четвертый ряд. Вяжем он у нас четный по рисунку. Как видим петельки, так мы их и провязываем. Вот так вот повторяете эти четыре ряда на нужную вам высоту. И вот такие вот милые косички, очень похожие на сердечки, у вас получатся. Надеюсь, это видео вам понравилось. Надеюсь, вам этот узор понравился так же, как и мне. Спасибо, что были со мной. Всем пока!